Чем живут амурские города и районы? О каких проблемах и достижениях пишут в социальных сетях и чем гордятся? Расскажем сегодня в эфире «Область говорит» в студии Евгений Македрюк. Здравствуйте! В Константиновском районе в рамках акции «Зеленая весна» высадили несколько десятков молодых сосен. Деревья привезли из Михайловского района. Над озеленением района трудились работники района администрации пожарной части номер 59, а также педагоги и студенты Амурского казачьего колледжа. Саженцами заполнили пустые лунки, в которых деревья не прижились в прошлые годы. Тем временем приводят в порядок село и жители Березовки. Там уже высадили более тысячи саженцев. Деревья появились на территории детского сада, школы, больницы, возле новых многоквартирных домов по улице Восточной, на площади возле памятника Победы. Активное участие в «Зеленой акции» приняли сотрудники Березовской администрации, пожарного поста, детсада, школы и активисты села. А в селе Вожаевка Белогурского округа благоустраивают территорию детского сада. Учреждение участвует в программе развития образования Амурской области. Песочница, новые скамейки, игровые модули. Дошкольное учреждение получило несколько игровых комплексов для установки на уличных площадках. На новое оборудование из областного бюджета был выделен 1 миллион 300 тысяч рублей. Софинансирование из местной казны составило 3%. Планируется, что рабочие приступят к монтажу комплексов в конце мая. Получили современное, яркое, интересное оборудование для организации досуга воспитанников детского сада села Вожаевка. Всего 18 позиций, в числе из которых 2 игровых модуля – больница и магазин, 8 различных скамеек, 4 детских стационарных машинки, пожарная, полиция, скорая, песочницы. В 2015 году после реконструкции территория детского сада по возможности благоустраивалась. Но на сегодня все обветшало. Всем этим малым формам уже много лет. Мы, конечно, поддерживали их в должном виде и состоянии по санитарным нормам, но кое-что требовало замены. В Магдагачинском районе впервые начали использовать комбинированную дорожную машину. Техника предназначена для очистки дорог от снега и льда, разбрасывания песка и реагентов в зимний период, а в летний – для обеспыливания дорожных покрытий. От жителей поселка Магдагачи, проживающих по улице Новостроенная Мухина, поступает жалоба на пыль, которая поднимается от проезжающих мимо машин и летит на их дома. Нельзя открыть окна, нечем дышать, нет возможности сушить белье, и это продолжается не один год. В связи с этим, главой района, было принято решение о приобретении специализированной техники. Кроме районных дорог, эта машина будет использоваться и для обслуживания дорог местного значения при наличии заключенных с муниципальными образованиями договоров. 9 мая в селе Прячино, Благовещенского района, огнеборцы ликвидировали крупный пожар. В результате горения сухой растительности огонь охватил две хозяйственные постройки, позже пламя переместилось и на кровлю жилого дома. Распространению пожара способствовал сильный порывистый ветер, сообщает телеграм-канал Благовещенского района. Огонь устраняли 70 человек и более 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 40 человек и 8 единиц техники. В результате возгорания частично поврежденными оказались постройка и кровля жилого дома. Пострадавших нет, на месте пожара работали сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Амурской области. И к другим темам. Вопрос детского отдыха во время прямого эфира обсудила министр образования и науки Амурской области. Светлана Яковлева рассказала о том, готовы ли к работе детские лагеря в Преамурье. Восстанавливаем ту работу, которая была в доковидный период. Вот это, наверное, очень значимо, это самое главное. То есть те загородные лагеря, которые откроются, будут работать со стопроцентной наполняемостью. И все пришкольные лагеря будут, естественно, открыты в тех школах, где не идет ремонт. В этом году, кроме того, что мы разрешили работать палаточным лагерям на территории Амурской области, еще и будет так называемый кэшбэк. В прошлом году уже были возврат средств за пребывание ребенка в загородном стационарном лагере до 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч. В этом году эта мера будет распространяться и на палаточные лагеря. Ну а теперь предлагаем посмотреть, как Преамурье отпраздновало День Победы и как готовилось к одному из главных событий страны. Так сотрудники администрации Тындинского округа стали участниками флешмоба, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Под музыку военных лет участники выстроились в форме цифры 77 в цветах георгиевские ленты. Украсил мероприятие хореографический ансамбль «Россияне». Ребята станцевали под песню «Катюша» и с помощью красных полотен изобразили вечный огонь. Как сообщает пресс-служба администрации Тындинского округа, флешмоб к 9 мая для работников администрации округа уже стал традиционным. Персональный праздничный парад прошел для Федора Даниловича Турубара, единственного проживающего на территории Октябрьского района участника Великой Отечественной войны. Мероприятие состоялось в рамках акции «Поем двором» организаторами которой выступили работники районного дома культуры совместно с военнослужащими Екатеринославского гарнизона, воспитанниками юноармейского отряда «Шторм» и военно-патриотического клуба «Тайфун». Федор Данилович принимал поздравления на балконе своего дома, который заранее украсили праздничной атрибутикой. Военнослужащие торжественным маршем прошагали под окнами ветерана. Парадную колонну возглавили юноармейцы со знаменем победы. В исполнении фронтовой концертной бригады прозвучали песни «Военных лет». В социальных сетях становится популярным видео, на котором знаменитую песню «Катюша» исполняют на разных языках, например, аварском, марийском, татарском. Предлагаем и вам послушать небольшой отрывок необычного произведения. И о новостях спортивных. В Бурейском округе прошел открытый кубок по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, посвященной памяти мастера спорта СССР Владимира Янфа. Соревнования состоялись на базе Центра развития спорта. В состязаниях участвовали жители города Благовещенска, сел Малиновки и Родионовка, поселков Буре и Новобурейский. Кроме соревнований по стрельбе, участники боролись за победу в сборке и разборке автомата Калашникова и пистолета Макарова. А еще амурчане посетили мастер-класс по игре в ГО. Ну а теперь перенесемся в Свободный. Там состоялись первенства и чемпионата мужской области по гиревому спорту. Соревнования объединили спортсменов из Благовещенска, Завитинска, Нерюнгри, Райчихенска, Свободного и Шамановска. А также сел Паярково и Константиновка. Юноши и мужчины соревновались в классическом двоеборье. Это подъем двух гирь от груди двумя руками и рывки одной гири поочередно. Девушки конкурировали только в рывке. В зависимости от возрастной группы спортсмены поднимали гири весом от 8 до 32 килограммов. Победители определяли в каждой весовой категории по сумме очков в двух упражнениях. По результатам участия в соревнованиях спортсмены из Константиновского района завоевали 10 наград. Среди которых 3 золотых медали, 5 серебряных и 2 бронзовых. В командном зачете юноши и девушки этого же района заняли второе общекомандное место, а мужчины и женщины первое. На этом программа «Область говорит» завершена. Всего хорошего и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok